В Казахстане продолжается масштабная приватизация. На сегодняшний день, по данным Палаты предпринимателей, продано 395 объектов. Общая стоимость активов 88 миллиардов тенге. Главный посыл это оживить экономику Казахстана. Сделать так, чтобы в эти структуры пришли люди из бизнеса и управляли ими более эффективно, чем государство. Здравствуйте, меня зовут Марат Токмагамбет и сегодня в приоритете разгосударствление экономики. Приватизация национальных компаний и их дочек претендует стать одной из ключевых экономических реформ в современной истории Казахстана. В Национальной палате предпринимателей считают, что без приватизации такого размаха сегодня не обойтись. Ресурсы внутреннего рынка довольно ограничены, а регулярная государственная поддержка не развивает рыночные механизмы. Новые реалии в виде низких нефтяных ценников заставляют вносить существенные реформы в казахстанскую экономику. Проблема очень большого присутствия квази-государственного сектора в экономике. Вот здесь как раз таки это поле нужно расчищать для частной инициативы, для частного бизнеса. То есть нужно, понимаете, когда какая-то государственная или национальная компания заходит на рынок и начинает действовать, она по сути действует как слон в посудной лавке. Она начинает всех вокруг малый и средний бизнес давить и, понятно, пользуясь бюджетными деньгами. Были такие даже примеры, когда, условно говоря, все, например, организации Каза-Тампрома, их обслуживание, сервисное обслуживание, допустим, осуществляла какая-то полугосударственная компания. Ну зачем в этом сервисном обслуживании вообще государству участвовать, когда это может быть вообще частная инициатива, частные предприниматели, малый и средний бизнес, находящийся в этих регионах, они могут спокойно это все сервисное обслуживание делать, и ничего для этого участия государства в этом не нужно. У Казахстана уже был опыт приватизации в начале 90-х годов. Опыт как положительный, так и отрицательный, отмечают эксперты. Глава государства не раз подчеркивал, что открытость, транспарентность этих вопросов позволяет уменьшить те риски, которые были в 90-х. Есть планы, есть график. Этот график продаж, планы продаж можно посмотреть на сайте госреестр.кз. Там же можно найти различную информацию об объектах, которая вас интересует и интересует потенциальных инвесторов, вплоть до финансового состояния. Видно, что продажи более-менее пошли, плюс очень удобно были внесены изменения в законодательство, то есть были проработаны определенные формы реализации, были проработаны такие проблемные моменты, более широкое стало освещение, поэтому, конечно, продажи идут. Сейчас за этот год продано, получается, по итогам на сегодняшнюю дату, продано 355 объектов, порядка 200 объектов на продаже сейчас стоят, на общую сумму продано объектов 88 миллиардов тенге. В новом комплексном плане приватизации на 2016-2020 годы ключевая роль отводится продаже компаний и активов фонда Самрук-Казана, охватывающей 216 объектов. С учетом накопленного ранее опыта, они разделены на два перечня. В первом – наиболее крупные и известные среди населения активы, во втором – объекты с более скромной оценочной стоимостью. Если говорить о предварительных итогах, условно, на начало декабря текущего года, то фонд Самрук-Казана проработал большую часть активов из перечня 2. Если помните, там 172 актива, вот 134 из них мы согласовали с Государственной комиссией по модернизации. Часть из этих активов, 44, реализованы, выручены 7,7 миллиарда тенге. 60 активов из этого списка отправлены на ликвидацию, 12 компаний на реорганизацию. Оставшаяся часть выставляется на торги, плюс осталось порядка 36 компаний, даже если быть точным, 36 компаний, которые, на наш взгляд, имеют определенное социально-экономическое значение, и для них мы не хотели бы применять способ реализации электронный аукцион, поскольку в обязательном порядке нужно будет для инвесторов, для покупателей выставить условия, что эти активы должны сохранить профиль деятельности, сохранить штат и так далее. Среди наиболее значимых аспектов приватизации предприятий фонда соблюдение социальных гарантий, то есть фонд оставляет за собой право требовать сохранения профиля деятельности, рабочих мест, условий коллективных договоров, а также согласовать бизнес-план по развитию продаваемой компании. Еще в 2015 году государство составило окончательный список активов, которые будут приватизированы. Каждый четвертый объект принадлежит группе компаний «Самрук Казана». Предполагается как полная, так и частичная продажа компаний с государственным участием. В конце 2015 года этот объект был утвержден, эти объекты были утверждены. Главный посыл – это оживить экономику. То есть сделать так, чтобы в эти структуры пришли люди с бизнесом, которые могли бы управлять его более эффективно, чем само государство. Не все объекты продаются за все 100%, некоторые объекты – 50% доли, некоторые – 30% доли. То есть государство делает это не, скажем, звук-то барахта, осознанно, делает это очень планомерно. Если мы ставим задачу сохранить профиль, значит, мы должны создать условия для бизнеса, чтобы этот профиль был сохранен. То есть, с одной стороны, государство не снимает с себя всю ответственность, он просто говорит, что мы готовы исчер новых собственников, и мы готовы передать в руки собственников наши объекты, но и будем помогать развивать трудный сектор экономики. Впрочем, как иностранные, так и казахстанские инвесторы получат равный доступ ко всем торгам. При этом активы, имеющие социальное или стратегическое значение, фонд будет стремиться передавать совместным предприятиям, с тем, чтобы управляемость ими сохранялась. По соотношению государственной собственности и частной собственности в разных разных разнятся. Скажем, в юго-восточных странах, в юго-восточной Азии, Японии, Корее, там больше всего корпоративный сектор экономики преобладает, чем государственный. В скандинавских странах, наоборот, государственных объектов больше, чем частных объектов. Есть на приоритетных началах, как США, как части континентальной Европы. А в Казахстане вообще государственная собственность меньше, чем 15% сейчас находится. Это говорит о том, что государство наиболее ориентировано на конкретный рынок. Распродажа такого большого числа участников рынка и в самом деле занятие непростое. Ключевую роль здесь играет предпродажная подготовка объектов с их обоснованной оценкой, занимающей немалое время. По поводу планов на следующий год, они больше относятся к активам первого перечня. Это там, где 44 крупнейших актива фонда. По этим компаниям у нас уже сейчас начата работа, вовлечены независимые консультанты, которые дают рекомендации по способу. Из недавних примеров, которые состоялись, 25 ноября вышло извещение о проведении двухэтапных конкурсов по таким компаниям, как Мангистауская РЭК, Восточно-Казахстанская РЭК, Актубе ТЭЦ и Тегис Мунай. Вот эта работа, она в постоянном процессе, в постоянной динамике. И мы надеемся, что в течение 2017 года основная масса активов из перечня 1, она также будет проработана с независимыми консультантами и выведена на торги. Приватизация и разгосударствление не стоит этого бояться, потому что преимущество, конечно, у этого есть. Это позволяет привлекать инвестиции этот процесс, частные инвестиции, снижает нагрузку на государственный бюджет. Опять же, частное управление, даже не частное, доверительное управление, скажем так, новым собственникам, оно может быть более мобильным, более эффективным. За последние десятилетия через подобную трансформацию прошло значительное количество стран, в том числе Великобритания, Германия, Турция, Грузия, Чили и другие. Казахстан имеет возможность анализировать их опыт и заблаговременно оценивать риски. Процесс системной трансформации нашей экономики уже запущен. Вы смотрели «Приоритеты» и уже в следующем выпуске я расскажу вам о самых интересных реформах, которые ожидают нашу страну.